сегодня в сборке детский форвард модель твистер вот так вот это полностью название звучит значит имеем мы здесь алюминиевую раму при этом у нас петух интегрированный в алюминиевую раму очень очень простой задний переключатель два дисковых тормоза простеньких впереди стальные штаны одна звезда двойная защита это хорошо сзади у нас будет 7 скоростей представитель ребенка аж 7 скоростей рулевая у нас закусывает начинаю собирать начинаю как обычно с колес колеса у нас закусывают сейчас я буду снимать ротора и начну все это соответственно протягивать и буду рассказывать по порядку пулки завода в принципе крутится хорошо ротора были затянуты достаточно тоже хорошо ноги втулочки меня удалось протянуть например 4 оборота после этого они стали крутиться превращать замечательно с легким минимальным притиранием роторы фирмы clark's я удивлен то есть первые я вижу чтобы на велосипеде стояли роторы с надписью clark's как бы хорошо обезжирил совсем мало масла совсем мало грязи то есть отличные и ротора и то что вот они уже без масла тоже хорошо так протянули рулевую теперь все крутится вообще отлично ничего не заедает не закусывает люфта нету геометрии руля тоже не в порядке видно да чуть чуть он не так то есть вы нас ровную руль ровно непонятно чуть чуть кривоват и дальше как обычно у нас есть динаметрический ключик да если мастерскую приходите ключик такого нет спрашивать если у вас динаметрический ключ он говорит есть значит мастерская поприличней нету значит менее приличная это нужно для затягивания болтов чтобы они закрутились равномерно чиниться можно в любой но вот где он есть там скорее всего сделают немножечко получше и не сорвут вам резьбу не сломать вам вынос закрутить все болты именно с той натяжкой который предусмотрел производитель судя по внешнему этому колечку и то что у нас там не видно пром подшипника рулевая каретка у нас на шарика затянута хорошо шарики это не очень хорошо ну два-три года не прослужит также есть комплекте заглушка на педальку шатун притянут очень хорошо есть вот такая резина заглушка она устанавливается вот сюда вот в крышечку рулевой чтобы они попала грязь и пыль все велосипед готов почти осталось настроить тормоза то что я сразу ослабил и настроить переключатель подножка идет в комплекте но вот уже один раз ее туда-сюда поднял уже краска сдирается то есть качество изготовления не очень тормозах написано тоже clarks но это полная копия болидов китайских по качеству исполнения настраивается нормально но не прям сразу так легко чуть чуть посложнее диски хоть и кларкс но все равно чуть-чуть восьмеряда передние задние пришлось править оборот ротора подводка под задний тормоз идет нас снаружи а подводка под задний переключатель нас идет внутри раму то есть у нас рама оказывается скрыли проводкой вилка металлическая ну мне кажется тяжеленькая она будет цена велосипед легкие чуть позже взвешу немножко непонятно чем инженеры форвард здесь поставили вот эти банки потому что бутылка держатель вот будет бутылка как ее вынимать совершенно непонятно ужасный переклюк он просто не работает он в стартовом положении вроде как ровно стоит вот эти люфты жуткие вот так болтается он не возвращается вообще просто какая-то жуткая катастрофа нормально адекватно не работать я пошел по пути на меньшее сопротивление сейчас сначала рубашки тросики все подрежу наконечники и буду пытаться еще раз настроить такая непонятная волосня сжатая ну и конечно же мешает тросик уходить нормально все подрезать и развальцевать вот такие вот дыры должны быть то есть отрезание болгаркой отрезаем кусачками чтобы не было заусенцев внутрь и развальцовым чтобы была дыра то есть на велосипеде должна быть дыра и ничего не должно чиркать это основные два скажем так слова которые позволяют велосипеду работать хорошо еще у нас завода идет кривой петух то есть это крепление под задний переключатель по этому магазине навряд ли смогу велосипед настроить потому что даже не в каждой мастерской есть такая правилка для петуха сейчас посмотрим получится ли теперь так ну в общем не удалось его настроить наверху закидывает хорошо вниз он скидывает отлично единственное что вот на третье звезде с третьей на вторую плохо велик кстати говоря стоит примерно 25 тысяч в розницу задний переключатель в том году стоил 150 розницу то есть поставить на велик за 25 тысяч переклюк который скажем так вообще ничего не стоит бесплатный это не прикольно то есть вот надо на велосипеде есть единственный косяк который я нашел это задний переключатель надо его менять что-то делать по другому дальше есть еще вот такой косяк эта трубочка рубашка найдет вплотную скажем так очень близко если она начнет сюда вот так съезжать начнет протираться то есть надо ее как-то может быть либо хотя бы так пальцами отогнуть либо может на хомутик пристегнуть в принципе нормально идет ну вот мне кажется что сюда что-то может попадать что осталось катафотики и крылья так вкорячил я крылья по-другому назвать нельзя огромное тяжелое крыло который будет постоянно здесь сгибаться и болтаться непонятно как передние то же самое то есть по-хорошему надо его внутрь вилки вставлять но для этого нужно эту планку поставить кверх ногами а кверх ногами не поставить она просто по дырочкам не попадает то что мешает вот изгиб собирать он только так и крепится на только так в комплекте есть два вида крепления и под отверстие и под гориллу на вилке как собрал так собрал смотрится вроде ничего симпатичненько задний мне кажется будет болтаться отваливаться все выношу на улице рассказываю итак у нас велик за 25000 в общем 18500 под паспорту 136 по факту 14 2 килограмма вместе с крыльями что мы имеем алюминиевую раму детскую заниженную достаточно удобную с непонятными креплениями под бутылка держатель которые здесь абсолютно не нужны усложняет технологический процесс производства сзади у нас 7 скоростей нафига сделайте пять сделайте 6 будет дешевле будет лучше работать переключатель который не стоит ничего то есть там 150 рублей клопачок я кстати поставил обратите внимание работает очень некорректно начал работать только после того как я подрезал рубашки и тросики убрался заусенцы и сделал дыры спереди у нас все отлично вот это очень хорошее решение у нас одна звездочка у нас есть защита то есть все велосипеды выпускать с одной звездой и взрослые детские все будет отлично тормоза более-менее нормально крылья абсолютно дурацкие ненужные вилка железная чугунная опять же непонятно зачем она здесь нужна с таким углом на детском велосипеде сделайте железную обычную будет легче весить велосипед на 2 килограмма монетка очень жестко работает но работает ручки тормозные прикольные детские промокс все хорошо руль опять же железный на алюминиевый денег не хватило то есть сделать алюминиевый руль сделайте легкую алюминиевую вилку сделайте сзади 5 или 6 скоростей будет офигенный детский велик и дешевле в разы в разы будет он дешевле и прям будет лучше а такой ну да прикольно красиво модный стильный с вилкой но он тяжелый все-таки 14 килограмм это много для ребенка как мужской 12 весит в среднем вот поэтому покупатели нет решать вам но она на нынешнем рынке наверное это лучшее предложение среди детских велосипедов потому что него преимуществ много то есть вот передняя защита на штунах это очень хорошо ребят сзади настроить одну скорость будет на ней гонять дисковые тормоза это хорошо рам очень удобно и то есть в целом велик прикольный дороговат да наверное но этот год такой забыл совсем сказать что в комплекте защита то идет я ее прикрутил ведь как бы плюс правда вот такая огромная и крепится она на несъемный петух если ребенок уронит велик и погнет раму и все остальное то будет наверное очень хорошо с другой стороны защита это хорошо что в комплекте есть